Спортивный живот и бразильская попа Как это совместить? Пластическая хирургия это чудесным образом совмещает потому как мы имеем возможность уменьшить объем живота используя методы забора жира, методы липоаспирации и этот жир использовать в области ягодиц то есть Мерз roblox Умечаем объемы в области живота, и увеличиваем в области попки Уменьшаем объемы в области живота не просто убираем те объемы а еще и рисуем специальные спортивные кубики которые очень трудно достижимы в тренажерном зале а используя моделирование во время липоаспирации мы м Freundlakeum можем отрисовывать если пациентка мне дала задание, у нее есть цель переместить жир с области талии в области ягодицы, мне нужно понять, сколько мы можем взять с этого объема и какой мы объем получим в области ягодицы. Делая зашипы, делая определенные, исходя из опыта, замеры этой области, я могу сказать, что я могу взять в среднем около 300 мл с одной стороны, с одной талии. Кстати, это очень важный момент, потому что я могу взять и намного больше, но что останется здесь? Мне нужно взять так, чтобы здесь было все красиво, чтобы пациентка увидела красивую талию и были ровные контуры. Поэтому безопасный, оптимальный объем забора жира в среднем я вижу здесь около 300 мл. И тот объем, который мы должны создать в области ягодицы, это самый оптимальный объем, который мы можем одномоментно ввести этот жир в разные слои. Это будет подкожное введение, межмышечное, внутримышечное введение жира, чтобы этот жир в области ягодицы прижился. В среднем этот объем мы можем оценить таким путем, что, например, это грудной имплант 295 мл. И мы можем оценить, что этот объем мы переместим и будем моделировать нашу цель, нашу ягодичку и получим вот такой красивый объем в области ягодицы. Мы одели специальные эластичные колготки пациенту и тот объем жира, предполагаемый, около 300 мл, который мы возьмем с области талии, мы переместим в область ягодичек. Мы сейчас это смоделируем. Вот мы уложили этот имплант в области ягодички, где он будет лежать. Обтягивающая колготка, кстати, в какой-то степени смоделирует нам талию, может быть, она еще будет более узкая. И вот этот объем, который мы получаем в области ягодички, пациент может оценить. Кстати, вы дома можете эту же манипуляцию сделать таким же путем. Как это делается? Берется какая-то емкость с сыпучим материалом, например, рисом. Берете 300 мл риса и укладываете в кулечек. И можете укладывать его, распределяя в желаемом месте, например, в области ягодички. И вы видите свой будущий результат того объема той ягодички, которую вы хотите увеличить. Такая же ситуация, возможно, в домашних условиях с рисом в кулечке, который вы можете укладывать под купальник еще до похода к хирургу, уже для себя определить приблизительно тот объем, который вы хотите себе создать. Могу сказать, что жир приживается в любом случае. Единственное, что есть процент соответствующий, там 20, может быть, до 30 процентов, который жир может рассасываться. И это тоже нужно учитывать. Но для этого нужно проводить процедуры и обогащение жира с использованием плазмы и проводить забор жира с мест, где больше всего стволовых клеток. Кстати, эти места это в области колен. Есть исследования, которые доказали, что больше всего стволовых клеток в области колен. Но этого жира, как правило, не хватает нам для увеличения груди или для увеличения ягодиц. Поэтому мы используем жир с любого места. В любом месте есть эти стволовые клетки, которые способствуют генетически приживаться в другом месте, дают возможность максимально сжить этому жиру, который мы переместили. Еще есть вопрос, восстановится ли жир в тех местах, откуда мы его забрали. Могу сказать, что жир в тех местах, откуда мы забрали, не восстанавливается в количестве. Потому что жир в количестве, он в среднем растет до 5 лет от роду. А потом он может увеличиваться только в объеме. Поэтому я своим пациентам обязательно говорю, желательно стабильный вес после операционного периода. И ваш результат будет пожизненный. То есть он не накопится в этом месте. Если даже вы поправитесь до 5 кг, то какая-то сглаженность может произойти. Но он никогда не будет в тех объемах, которые был до операции. Я надеюсь, что я вам полно ответил на вопросы по моделированию тела с использованием собственных жировых клеток. Если есть еще вопросы, задавайте. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если нравится вообще мое видео, подписывайтесь на мой канал. Удачи вам!